Приветствую вас, Антон. Вызывает любопытство ваша постановка вопросов. То есть вот вы спрашиваете, как вы справились с отсутствием интереса. Вызывает любопытство, потому что не очень понятно с чего вы взяли, что именно у нас было отсутствие интереса и стимула. Вот. И по какой причине вы хотите получить информацию о том, как справились мы, а не как справились и справиться вы. То есть вы хотите, по сути дела, получить, я бы сказал, так называемый чужой опыт. Вот. То есть не ваш опыт. Вы не хотите искать свой путь, а хотите, по сути дела, воспользоваться чужими триггерами. Вот. И это первый момент. Значит, заведомо ложный путь решения проблемы, связанный с тем, что вы ориентируетесь на готовые решения других людей, которые исключают вашу индивидуальность, исключают вашу особенность. Исходя из этого, я думаю, что можно предположить, что вы вообще склонны себя принижать. Вы вообще склонны себя обесценивать. Вы вообще склонны к тому, чтобы думать о себе в негативном ключе. Вот. Вот. И это первое, с чем вам нужно работать. То есть обратите внимание, да, обратите внимание на то, что вы хотите найти не свой путь. Другого человека. И пребывая в состоянии неблагополучия на данный момент, вы считаете, что и другие люди вокруг вас... В частности, мы, также находимся в этом состоянии. В состоянии неблагополучия. Исходя из этого, я думаю, справедливо сделать вывод, что в вашей семье... Каждый раз, когда возникала проблема какого-либо рода, в этой проблеме были виноваты другие люди. То есть если у кого-то не всё в порядке, то и у других не всё в порядке тоже. Подобный триггер поведения, как правило, появляется в семье. Я рекомендую обратить на это внимание, чтобы постараться разграничивать данные аспекты. Чтобы постараться отличать одно от другого и не попадаться на подобную удочку. То есть здесь мы говорим о повышении вами когнитивной своей сложности. То есть если у меня не всё в порядке, или если у меня есть какие-то проблемы, это не значит, что у других людей они тоже есть. Надеюсь, этот момент вам ясен. Далее. Значит, мне 21 год, учился в авиационном институте, но понимаю, что это не моё. У меня был не самый обычный опыт в жизни. Так. Значит, вы учитесь в институте, но понимаете, что это не ваше. Если это не ваше, если это не ваше, то нужно, чтобы вы честно, откровенно признались себе, почему выбрали данный институт. Для чего вы его выбрали? Вы можете сказать, что, так, а я его не выбирал. Это, мол, родители, это, мол, родители выбрали. Нет, Антон, выбрали вы. Конечно, родители на вас давили. Безусловно. Но давление родителей не отменяет того факта, что выбор делали вы. Под давлением, но вы нет. Вам нужно взять личную ответственность за то, что вы выбираете. Это первое. Второе. Какую цель вы преследовали, делая выбор в пользу института? Что надеялись получить? Что надеялись извлечь для себя? Что, по вашему мнению, должно было произойти? Ну, то есть, что должно было случиться, по вашему мнению, в процессе вашего обучения? То есть, я, опять же, более чем уверен, что вы знали о том, что это вам не понравилось. Тем более, что вы говорите, что хотели быть совсем другим специалистом в другой области. Вот. Но родители настояли. Здесь, мне кажется, что идёт своего рода игра, которая называется «Всё из-за них» или «Всё из-за тебя». Вот. В этой игре вы склонны обменять людей, в данном случае своих родителей, в том, что они на вас не давят. И не позволили вам заниматься тем, чем вы хотите. У меня был не самый обычный опыт жизни. Какой опыт? Вы говорите, не самый обычный. И что это значит? Что вы подразумеваете под обычным опытом? То есть, опять здесь, какой-то элемент унитарности, какой-то элемент упрощения, обесценивания. То есть, я не знаю, насколько вы готовы услышать это, но у каждого человека, у каждого абсолютного человека необычный опыт. Просто потому, что этот человек уникален. Двух одинаковых опытов не бывает. Так что в этом плане вряд ли можно говорить о том, что вы как-то отличаетесь от других людей. Другое дело, что очень может быть, что вы сознательно пытаетесь возвысить себя хотя бы в этом, хотя бы в опыте, в своём опыте, ибо в остальном вы чувствуете себя недостаточно значимым, недостаточно важным, недостаточно, может быть, ценным и так далее. То есть, подумайте, что вы вкладываете в понятие «не совсем обычный опыт». Много переездов, после 11-го пошёл в колледж, так как ГИГ завалил. Ну, смотрите. Переезды, они ведь тоже с чем-то связаны. И переезды, скорее всего, у вас должны вызывать какое-то отношение к этим самым, собственно, переездам. То есть, то есть, то есть, вами, вами, должно, должно было быть выработано определённое отношение к переездам. За всё время, что вы, ну, например, переезжаете. Либо понять, что за этим стоит, либо адаптироваться к этому, либо что-то ещё. Дальше. Вы говорите о том, что завалили ИГЭ, и поэтому пошли в колледж. Тут важно понять, как вы относитесь, ну, или относитесь, или относились к тому, что завалили ИГЭ. Было ли это для вас чем-то страшным, было для вас ли это чем-то негативным, было ли для вас это чем-то неприятным или нет. Это, скорее всего, определённый, опять же, негативный опыт, который нужно рассмотреть и рассмотреть правильно. Потому что, потому что, вероятнее всего, вероятнее всего, были некие ожидания, возможно, ваших родителей на то, что ИГЭ вы всё-таки сдадите. ИГЭ вы не сдали, и очень, может быть, что на вас это повлияло достаточно сильно. Вот. Но, опять же, опять же, об этом вы ничего не пишете. Дальше. Сейчас поступил в институт, и вот уже полгода отучился, и понял, вообще, душа к этому належит. По профессии не смогу работать никак, совсем неинтересно, и нет к этой профессии никаких способностей, в отличие от одногруппников. Что ж. То, что вы поняли, это прекрасно. Я думаю, что негативный опыт, определательный опыт, это весьма и весьма неплохо. Важно только понять, важно понять, что для вас означает этот самый негативный опыт. То есть, как вы его воспринимаете? Считаете ли вы, что он, этот самый негативный опыт, должен быть? Считаете ли вы, что он имеет право быть? Считаете ли вы, что он должен быть? Понимаете? Вот это, пожалуй, очень важно. То, что вы поняли, что вам профессия не подходит, на мой взгляд, великолепно. То есть, великолепно, что вы это поняли, теперь осталось только понять, какие выводы вы из этого сделаете и что для себя извлечете. Кстати, я задавал уже вам этот вопрос, но хотел бы, наверное, задать его еще раз. Когда вы поступали в институт, чего вы ожидали? Вот, на мой взгляд, это важно. Дальше. А я не знаю, что делать, кем работать, напрягает и давит неизвестность. Так, ну вы пишите, а я не знаю, что делать, кем работать. А тут чувствуется определенная потерянность. А с вашей стороны потерянность, конечно же, неуверенность в себе и так далее. Тут это все чувствуется, но у меня возникает вопрос. Вы говорите, что вы не знаете, что делать. Для этого нужно определить критерии. Критерии того, что для вас важно. Критерии того, что вам нравится, что вас привлекает. Для этого необходимо прислушиваться к себе. А для этого нужно остановиться и побыть какое-то время в свободном плаузе. То есть здесь я бы рекомендовал вам найти небольшую подработку непыльную, чтобы вам хватало на свою жизнь. Вот. И чтобы у вас оставалось достаточно свободного времени для того, чтобы принадлежать самому себе. И чтобы можно было бы понять, что вам нравится и к чему лежит душа. Как правило, это определяется за счет того, что вы любили делать в детстве. Какие роли вы любили заниматься. Какие ценности у вас. Что вы считаете самым главным для себя. Что вы считаете самым ценным для себя. Вот. Какие у вас идеалы, стремления. Вот. Что вы считаете, ну вот, на первом месте. И вот сочетание этого, сочетание того, что вы делали в детстве, что вам нравилось, что вызывало живой интерес. И сочетание ваших ценностей и определить, что, что вы, чем бы вы могли заняться. Дальше. Если поступать в другое место, то это займет время. Так. Если поступать в другое время, напрягает и давит неизвестность. Опять же, в чем? В чем? В чем напрягает и в чем давит неизвестность? Сказывается ощущение, что вы довольно потерянный человек. У вас нет прочных социальных связей, нет подветочков со стороны других людей. И, коли так, то здесь важно понимать, откуда растут ноги. Главное напрягает неизвестность, не неизвестность, точнее, а неопределенность того, что вы будете делать. Но парадокс в том, что вы вольны делать все, что хотите, все, что в ваших силах. Вопрос в том, чтобы определиться с критериями, с приоритетами и с планом. В этом, в принципе, вам можно будет помочь. Дальше. Дальше. Если поступать в другое место, то это займет время. Так, если поступать в другое место, то это займет время. Вы знаете, ваши мысли, они как-то идут очень в разнобой. Да? То есть там дальше вы пишите, кем хотели быть. Сразу, мне кажется, что это несколько странная позиция, потому что, ну, потому что... Не совсем здорово, что вы так перескакиваете с места на место, да? Вот вы говорите, что если поступать в другое место, то это займет время. Да, это займет время. Вы правы. Но почему обязательно поступать? Сейчас. Что вами руководить? Дальше. Так, хотел быть психологом, но родители надавили, что семью не прекормлю. Какую семью? У вас семья была, Антон? Родители надавили? Нет. Нет, Антон, не родители надавили. Вы позволили надавить родителям ради чего-то. Ради какой-то цели. Вот. Подумайте об этой цели. То есть вот, представьте себе родителей, представьте, что они на вас давят, и определите, почему вы согласились, почему вы поддались давлением. Дальше. Так, хотел быть психологом. Ну, вы знаете, тоже очень важно понять, зачем. Вы хотели стать психологом? Какую целью? То есть, эээ, вот, судя по тому, что описываете вы, да, судя по тому, что вы говорите. Так, я бы сказал, что вы психологом не то чтобы не можете быть, а вам надо бы сперва личную терапию пройти, психологом, если вы хотите быть, понимаете, ну вот. А тут как-то странно очень происходит это у вас. Вот. Поэтому вы не объясняете ничего, психолог это серьёзная, важная профессия, и вы не объясняете, почему вы хотели им быть, чем вас привлекает эта профессия, вот, не совсем понятно. Тогда опять же, здесь есть какая-то вот неуверенность в себе, да. Вполне возможно, что психологом вам быть и можно было бы, но, понимаете, это ничего не значит по факту. Потому что собственная ваша непролеченность, она не позволит вам адекватно работать с людьми и, по сути, ввергнет вас в пучину переносов и контрпереносов. Вот. Что, в общем-то, не думаю, что будет для вас чем-то хорошим и адекватным. Самое главное. Вот. Так, здесь опять же, цели, цели, мотивы неясны. А дальше, значит, не стоит туда идти. Сейчас я сломан и разбит, и будто ничего не хочу, мало что чувствую, но понимаете, это неправильно, здесь без стимулы желания. Так, ну, у вас здесь как-то прям с плащником идет текст абсолютно. А, так, сломан и разбит. Правильно, там вот есть потребность в регрессии. Очень может быть, что вы уже долгое время только тянете, тянете, бежите, 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 уже забыли про себя, про свои желания, а все про все. Поэтому тут надо остановиться. Организм, он требует того, чтобы вы передохнули, да, дали привычку себе и, собственно говоря, ему. Ну, вот. С другой стороны, апатия, которую вы чувствуете, апатия, которую вы испытываете, это... Защитный механизм. Это защитный механизм. Защитный механизм, который оберегает вас от негатива, от негативных серьезных последствий того, что на вас давят несколько центробежных сил. Как минимум. Сильное родительское, 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 родительское начало, которое давит на вас, значит, ну, в том, в том контексте, да, что вы должны делать там что-то. И так далее. Вот. И с другой стороны, это ваши желания, которые, ну, тоже не дают вам нормально взаимодействовать, да, с окружающим миром. Вот. Поэтому я думаю, что нужно как следует со всем этим разобраться. То есть научиться договариваться с родительским началом. Вот. И учиться реализовывать свои собственные желания. Вот. Которые, ну, безусловно, у вас имеются. И которые вы принижаете. Вот. Так. Понимаю, что это неправильно жить без стимула и желания. Неправильно жить без стимула и желания. Тут вообще слово правильно неупотребимо. Понимаете? Жизнь без стимула и желания, она бывает. Но это иллюзия. И плотная иллюзия, устроенная родительским началом. Вот. Поэтому вы не живёте без желания иллюзии. Это всё у вас есть без желания и стимула. Просто вы этого не чувствуете. Вот. А не чувствуете вы этого уже давно. Потому что вы живёте по жизни достаточно быстро. Смысл тогда жить. Смотреть, как у других получается в этой области. А у меня нет. Так. Ну, опять. Вот здесь. Как-то. В общем, всё в одну кучу сваливаете. Смотреть, как у других получается в этой области. А у меня нет. Но если это не ваша область, то какая разница получается у других или нет. Если вы сравниваете себя, это ещё один пункт. Сравнение себя с другими людьми. Это определённая характеристика. Ваша характеристика. Вот. Которая, опять же, опять же, привита вам из родительского эго состояния. То есть, ну, вот. Вы откуда-то взяли вот это, что нужно сравнивать себя с другими. Что нужно ориентироваться на других. Вот. Вот вам нужно подумать, откуда это. И вся проблема, она, собственно, именно в этом, на самом деле. Вся проблема, она в этом. Вся сложность, она в этом. Что вы сравниваете себя с другими людьми. То есть, вы признаёте тот факт, что вам не интересна профессия, которой вы, ну, профессия, которой вы сейчас на данный момент занимаетесь, да. Или, которая учитесь. Вот. Вам не интересна она. Но при этом вы говорите о том, что, вот, что делать, да. Смотреть на, там, других людей, которые, значит, будут добиваться в этом успеха. Почему вас это волнует? А может быть, в этом всё и дело? Может быть, в этом всё и дело? В том, что вы не позволяете себе достичь успеха? Может быть, в этом, может быть, всё, что вы написали, это просто оправдание для того, чтобы не конкурировать с этими людьми, и вы боитесь конкуренции, и боитесь того, что будете хуже других? Кто знает? Но, подумать об этом вам стоит. Потому что, ну, вот, если я не математик, вот, допустим, то мне всё равно, то, какие делают успехи в области математики, потому что меня математика вообще не интересует. Вот. И, на мой взгляд, это принципиально, на мой взгляд. Вот. Надеюсь, что вы это для себя также постараетесь понять. Дальше идём. Так. Я не новый, просто я уже давно думаю об этом. Отсутствие денег тоже напрягает, но на работе по профессии с ума сойдут. А почему я при этом на работе по профессии? Почему отсутствие денег напрягает? Чем напрягает? А хочется просто уехать далеко волонтёром, чтобы подальше от всего. Ну, по сути, избеганию. По сути, избеганию. Вот. Я уверен, что и о суициде вы тоже думали. Я уверен, что такие мысли у вас бы раскакивали. Вот. Ну, лучший способ убежать. Вот. И здесь, конечно, есть неосознанный посыл ваших родителей на то, чтобы вы себя убили. То есть это подавление вы. Вполне возможно, что родители боятся того, что вы выйдете, ну, выйдете вперёд, станете выше их, лучше их и так далее. Родители запретили вам добиваться успеха. С этой установкой нужно работать. Вот. А пока я рекомендую вам остановиться, найти себе работу налегке. Вот. Снять недешёвую квартиру, вот эту недорогую квартиру. Вот. И, соответственно, подумать как следует о том, вообще, что вы хотите. Вот. А вот это... Я не исключаю, что всей вашей жизнью ранее управляли только родители. Вот. И сейчас вы оказались в определённом кризисе, когда вот хочется уже самому что-то делать, да, чувствуете, что пора, чувствуете, что есть ресурс, но желания мало, потому что привычные модели поведения, привычные отношения к вам очень сильно мешают. Вот. Ну и, конечно, наверное, нужно уметь слышать себя. Вот. Поэтому. Теперь я рекомендую вам книгу Федерико Первого. Практикум по гистар-терапии. Обязательно её почитайте и поделайте все упражнения, которые там даны. Для начала. Для начала. Потому что все эмоции у вас сейчас они как будто бы просто в разнобой. Это, безусловно, никуда не годится. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен. Если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.